друзья привет с вами мирослав и вы на канале вся правда еде на самом деле очень давно не выходило наших роликов были заняты было очень много дел и вот сейчас час уже ночи мы не спим специально снимаем для вас видео чтобы было что-то посмотреть на карантине я на самом деле рад то что я начал снимать опять ролик сейчас мы снимаем в нашем цеху у нас скоро запускается собственное производство кулинария меню от шефа готовая еда позже я вам скажу где можно и будет приобрести где купить и собственно чтобы подготовить нам дальнейшую почву завтра же нужно что-то завтракать на следующий день допустим сделать какую-то заготовочку вот и сегодня я вам покажу как сделать очень быструю запеканку которая на самом деле полезная не содержит ни муки не манки сколько хозяек столько и рецептов борща на самом деле так же и в запеканке сколько хозяек столько рецептов запеканки многие кладут в нее и манку и муку и потом жалуются почему она получается именно вот такая вот маночная да то есть как пудинг либо допустим очень много муки слишком сухая не поднимается и вот сегодня именно как раз я вам покажу как сделать воздушную запеканку который будет таять во рту без муки и манки мы возьмем с вами 6 яиц позже я их отделю желтки от белков дальше творог я взял девять процентов здесь у меня ровно 800 грамм именно нужно брать строго по весам потому что выпечка кондитерка она требует точной математики вы можете взять даже зернистый творог ничего страшного потому что мы будем пробивать его погружным блендером до однородной консистенции это как раз придаст нашей запеканке быть воздушной и однородной далее идет кукурузный крахмал это тот самый главный ингредиент который придаст нашей запеканке стойкость и упругость здесь у меня 60 грамм далее молоко обычное молоко постерилизованное 250 миллилитров сахар 100 грамм масло сливочное масло сливочное я взял для того чтобы смазать форму которую у меня со съемными бортами 28 сантиметров и также нам понадобится мука обычная мука это для присыпки формы так как у меня просто сейчас нет пергамента и мне нужно сделать так чтобы моя запеканка не прилипла миксер в котором мы будем взбивать белки топышной пены и погружной блендер обычный блендер которым мы будем пробивать наш творог до однородной консистенции приступим к отделению желтков от белков хочу сразу сказать что способов отделения белков от желтков существует миллион я это делаю по старинке я просто разбиваю яйцо отрываю низ яйца перекладываю сюда желток и вот таким вот способом я отделяю белки от желтков если у вас желтки попадет немного белка ничего страшного главное чтобы не наоборот потому что если в белок попадет какая-то грязь или немного желтка то они у вас не взобьются и опять же миски у вас должны быть полностью протертые то есть ни влаги ни жира ничего не должно быть вот таким вот образом мы поступаем со всеми яйцами чаша обязательно должна быть обезжирена и сухая белки нужно взбивать с щепоточкой соли и начиная на малых оборотах это очень важно если вы будете взбивать белки сразу на сильных оборотах то они у вас не взобьются переливаю я белки полностью добавляя щепоточку соли опускаю миксер и включаю маленькую скорость тем самым буду постепенно прибавлять собственно вот сбились наши белки мы сейчас их пока оставим ничего добавлять туда не будем мы просто будем в конце уже смешивать мы будем смешивать творог желтки но прям сюда их сейчас перекладываем силиконовой лопаточкой так сейчас оба баба желточки яички желточки яркие насыщенные выливаем молоко не боимся вливаем все полностью засыпаем сахар и все это пробиваем погружным блендером блендер на самом деле самый дешевый я взял главное чтоб пробивался до однородной массы все вот мы пробили наш творог с молоком с сахаром до однородной консистенции и сейчас мы добавим это не то что вы подумали это крахмал кукурузный крахмал на самом деле очень важно добавлять кукурузный крахмал потому что у него консистенция и плотность некая другая нежели у картофельного если в эту запеканку вы добавите картофельный картофельный крахмал то у вас запеканка не поднимется потому что картофельный крахмал более тяжелый нежели кукурузный таким вот движением легким потрясыванием и немного перемешиваем в период когда мы засыпаем высыпаем полностью весь крахмал вот он у меня застрял сейчас мы его стряхнем вот так таким вот образом главное не надышаться от усны будут потом цветные снится вот так вот сейчас с вами перемешиваем очень важно пробить это полностью чтобы не было комков потому что неприятно будет когда комочки крахмала будут попадаться вот мы с вами пробили творог с крахмалом вот она однородная консистенция вот посмотрите как творожная масса эластичная нежная вот например ее уже хочется съесть она уже такая вкусненькая осмотрих нем хоботок и приступим вот что следующим мы сделаем последующим мы с вами будем делать перемешивать наши взбитые белки с основной творожной массой до этого мы сейчас удалим наш венчик повернем купол возьмем нашу лопаточку и в несколько заходов мы будем добавлять белки обязательно в несколько заходов и все это нужно делать слева направо вот таким движением снизу вверх мы перемешиваем здесь нужно учитывать очень важный момент чем четче у вас будут движения и нежнее и чем меньше вы будете болтать эти белки с творожной массой тем пышнее у вас будет сама запеканка потому что белки не любят когда с ними долго играет да и никто не любит когда с кем-то долго играет добавим остальные взбитые белки и завершим наше перемешивание я на самом деле первый раз так в жизни снимаю ролик поздно вот ну тишина такая в округе стоит вот так сейчас мы с вами перемешаем не забываем про края и так как я уже говорил что у меня не оказалось под рукой пергамента и магазин уже были закрыты я воспользуюсь старым дедовским способом я смажу это все сливочным маслом хорошенько обычно сливочное масло комнатной температуры естественно не ниже 82 с половиной процентов потому что не очень-то хочется уж трансгенный жир то употреблять вот так вот мы сейчас обильника смажем так вот так вот так все края хорошенечко и немножечко я припорошу мукой это все дело вот так муку мы есть не будем это необязательно это нужно лишь для того чтобы у нас наша запеканка не прилипла и мы смогли ее хорошенько отодрать от стенок вот таким вот движением я прохожу и по стенкам вот мука она не вся в любом случае осядет на форме кондитерской вот а часть нее просто мы напросто вытряхнем в мусорное ведро вот вот так у нас получилось и сейчас нашу творожную массу мы переложим форму для запекания вот таким вот образом силиконовой лопаточкой нужно пользоваться обязательно потому что без нее полностью выскрести из мармита ничего невозможно разравниваем полностью по всей поверхности немножко бьем ее по столу дабы избавиться от лишних пузырьков духовку вернее нашу печь мы включили уже на 160 градусов и наша запеканочка отправится для приготовления в свой последний путь ну приблизительно минут на 25 на 30 вот вы видите да наверно то что вот выходят пузырьки воздуха вот когда вот я стучу от стол вот они появляются маленькие пузыречки вот при запекании они бы лопнули и повредили бы полностью всю текстуру и поверхность нашей запеканки отправляем запеканку в нашу печь разогретую предварительно до 160 градусов пуля пошла и ждем вот наша запеканка приготовилась как ее проверить то есть в основном всегда середина остается сырая вот сейчас мы можем потрогать пальцами она у нас упругая также как из по краям потому что запекание идет с краев до середины вот то есть как как определить то есть в середине должно быть на ощупь также как и с краю а значит она пропеклась еще один момент сразу не доставайте запеканку из духовки из-за высокого перепада температуры она может у вас опуститься а нам этого не нужно пускай минут 20 постоит пока духовка постепенно сама остынет вот этот духовой шкаф вот здесь вот пока температура как бы ну горячо вот сейчас постепенно жар будет выходить ну вот и запеканка постепенно будет применять форму температуры снаружи то есть комнатной температуре только тогда ее можно будет вытащить дорогие друзья наша запеканка готова я ее вытащил из печи простояла на у меня около 25 минут уже выключены печки и сейчас я буду сервировать на стол надеюсь мое видео вам понравилось оставляйте свои комментарии делитесь со своими друзьями ставьте лайки присылайте свои фото и видео как вы приготовили эту запеканку с вами был мирослав и вы были на канале вся правда о еде до скорых встреч